Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Пятница, 23 марта, и давайте посмотрим, с чем у нас закрывается текущая торговая неделя. И, коллеги, напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы оставлять в комментариях. Начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. В рамках часового таймфрейма тенденция восходящая сохраняется. Ближайшие цели роста – это обновление максимальных значений, которые мы видели вчера на уровне 1.2387, и дальнейшее движение на 1.2497. Возврат к продажам будет рассматриваться после преодоления минимальных значений, которые были зафиксированы вчера на уровне 1.2285 с целями снижения до отметки 1.2157. Пара британский фунт и американский доллар также продолжают свое восходящее движение. На текущий момент цели роста – это обновление максимальных значений вчерашнего дня и далее движение на 1.4278. Ну а в том случае, если мы увидим британский фунт ниже минимальных значений вчерашнего дня, то есть именно уход ниже отметки 1.4070, то в этом случае начало коррекционно-нисходящей тенденции будет актуально. По паре американский доллар – канадский доллар. На текущий момент также тенденция нисходящая сохраняется. Ближайшие цели по снижению – это область 1.2714. Ну а возврат к покупкам будет рассматриваться после преодоления максимальных значений вчерашнего дня – это уровень 1.2948. По паре американский доллар и японская иена тенденция нисходящая сохраняется. Ближайшие цели по снижению – это область 1.1407. А возврат к покупкам рассматривается после преодоления максимума вчерашнего дня, который был зафиксирован на уровне 1.1606. По паре американский доллар – тенденция восходящая на текущий момент сохраняется. Ближайшие цели роста – это уход выше максимума вчерашнего дня, отметка 77.84 и далее движение на 77.27. Данный сценарий будет актуален до тех пор, пока австралиец торгуется выше минимальных значений, которые были зафиксированы 22, 21 и 20 марта. Область 76.72 – минимальные значения из этих трех дней. В этом случае, если австралиец сможет пробить сначала минимальные значения вчерашнего дня, затем уйти ниже минимумов, которые были зафиксированы 21 и 20 марта, то в этом случае продолжение коррекционного нисходящего движения будет актуально. Пара евро-фунт на текущий момент продолжает свое нисходящее движение. Сегодня с утра у нас было несколько попыток пробить уровень, но на текущий момент это еще не удалось. Мы видим, что сейчас она возвращается обратно за линию сопротивления, за максимальное значение, которое было зафиксировано вчера на уровне 87.41. И тенденция нисходящая пока не меняется. Ближайшие цели по снижению – это область 86.66 и движение дальней на 85.93. Если все-таки евро-фунт сможет закрепиться выше максимальных значений вчерашнего дня, то в этом случае мы можем ожидать завершения нисходящего движения, которое у нас идет уже на протяжении нескольких недель, и возобновления роста. Золото продолжает свое восходящее движение. Следующие цели – это область 1346 долларов за тройскую унцию, далее 1367. Данный восходящий сценарий будет актуален до тех пор, пока золото торгуется выше минимальных значений вчерашнего дня, которые были зафиксированы на уровне 1324. По нефти марки Brent также тенденция восходящего сохраняется. Ближайшие цели роста – это область 71.19. Но в том случае, если нефть может закрепиться ниже минимальных значений вчерашнего дня, которые были зафиксированы на уровне 68.59, то в этом случае мы можем ожидать начала коррекционного нисходящего движения. По индексу DAX вчера мы смогли пробить минимальные значения, которые были зафиксированы 19-20 марта. Это ушли ниже отметки 12158, что в рамках часового таймфрейма нас переводит в фазу нисходящего движения. Цели по снижению ближайшие – это область 11725. Биткоин вчера смог закрепиться ниже минимальных значений, которые мы видели 21 марта. Это была область 8718.709 долларов за один биткоин. И в данном случае в рамках часового таймфрейма коррекция вновь началась по биткоину. Ожидаемое снижение – это область 7200. После того, как цена сможет пробить максимальное значение предыдущего торгового дня, в данном случае на сегодняшний день этим максимумом выступает вчерашняя торговая сессия – область 9064, то после пробития данного уровня мы можем ожидать возобновления восходящей тенденции по данному активу. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. Всем желаю хорошего завершения торговой недели. Увидимся уже на неделе следующей. Всем спасибо за внимание и до свидания. Продолжение следует...